Бежи! Я перевозив по 4 штуки, тому що вони вже здоровенькі, більше чотирьох не влазить. Сюда я вже перевіз і другу партію, чотири. Я чусь думав вони менші, ну короче, кажеться, як завжди одне, а на ділі друге. І от так назад я не йду, я просто їду. А так. Буває заноса. А ну тут попробуй навлеплюсь. Ууууууууууууу uff SAM У короче, هве, пеехали по следуючих. Сейчас им трошки рассыпаем, чтобы они не кричали У них кто есть Сейчас дам, что ты, маска Линди насыпать, Линдочка, на Я ей утром не давал Думаю, чтобы она не Не переедала перед Переходом А так нормально, пішла, правда, виварка на голове По-любому Ну нормально, без стресса, спокойно Иду, баронесса Баронесса Сейчас барашки еще досыплю Я их уже кормил, это просто я даю, бо знаю, что сейчас они начнут кричать, я начну в сарай балакать Они привыкли, что в сарай им дали и тихо, и никого нет, а если тут задерживаюсь уже что-то там делаю, что-то начинаю там ремонтировать, что-то они потом начинают кричать И так же стартовый корм Поросятам Четыре ось рядом Пока они поднимутся там четыре, а пока Идите, ешьте Да, конечно, они ради, но пространство все-таки же хорошо И потом, как я рассыпал корм Я подсыпаю им трошки опила Некоторые боятся, как осыплю опилку, а некоторые привыкли Финоматки эти привыкшие, а эти молодежи еще переживают, если что-то ссыпают Ну а вообще, не каждый день я посыпаю тирсы, потому что, ну, оно каждый день не надо И у всех чистота и красота Сарай 15, ну, 15 были открыты двери, мы возили линду перевозили и четыре ходки делали малых поросят Так, потом, как я перевожу сюда поросят, они уже едят Водичку надо Да, сейчас же опускаю воду, там я воду уже опустил, а тут еще нет Ого, тут давно уже не опускал, аж заржавило О, а так Проверяю воду, все есть, все есть И они сейчас потихоньку будут рости, и я в рази в два-три подниму полностью до верху, и на этом все Ну что, друзья, попереводили поросят Перевели более-менее нормально, они уже начали ходить в туалет, как раз там, где надо Более входа, там чистить хорошо А тут я им повесил лампы, потому что стены, чтобы просушились именно уголок, чтобы они знали, тут еда, там спать Ходить внизу, где вода, где мокро, где сыро, там ходить в туалет Я всегда так делаю, так же само и на этой стороне Их с детства привучают Там тепло, там оно сейчас еще не подсохло, не высохло полностью все Там тепло, еда, это верх, внизу мокро, сыро, холодно и вода И они там будут ходить в туалет, летом, как будет жареще, они начнут тут лягать, а туда ходить в туалет Ну, не всегда, но бывает так, вот именно как жара в сарае, тогда да Вот уже маленький, не маленький, прыгает, ест И сейчас буквально 2-3 недели они поднимутся, уже им не надо будет прыгать И из этих кормушек, из моих сундучков, немае потерь, вообще нема потерь И так же меня спрашивали, чего ты делаешь кормушку вверху Ну, то есть, что тебе надо туда заходить и туда насыпать, а не оттуда Ну, насыпать вот рядом, к примеру Тут кормушку поставить, а тут вот с краю, а тут в уголку воду Я объясню, чего, они тут будут есть, тут будут пить воду внизу А в туалет они будут ходить или посередине, или вверху Я лучше засыплю сюда, зайду с утра в ведро Или два ведра Вот у них постоянно корм есть И, кстати, не разкидывают Зайшел вот так, как сейчас я зайшел, высыпал и пішел Вони тут сухо сплять вверху, буває верх и бок оттой А там ходят внизу в туалет, так же и эти Вы не гляньте, в усых клетках вверху порядок сухо А мокро, только и грязно внизу Я даже опилки насыпаю внизу, чтобы они снизу не тягали Оцю всю жижу, они в целый день бігают туда вверх И, кстати, да, наповнили, где пиратик Так, друзья, где пиратик? Пиратик с черными пятнами Где пиратик? Вин був... Ото Самый меньший він був, да У него нога чуть-чуть Ну, чуть-чуть отличается Ось он, да, ось он, пират Нормальный пират, ничего Да О, нормальный пират прыгает, скакает Что вашему пирату, ничего не будет А эти у меня получается 5 штук свинок Я оставил эти клетки Именно 5 свинок Что я скажу, они чуть-чуть хуже ростут, чем те, что у меня на щелях Это с той его выводкой А может мне так кажется 5 свинок тута Так что с вашим пиратом все супер Пират, как обычно, уже все З усима скутался Уже не поймешь Ну да Вон самый, получается, меньше Вони уже повыросли Ого Я даже не знаю, сколько им Два месяца И этих, что я переводил Это надо сейчас пойти глянуть Сколько им Когда им будет два месяца А этим, что я переводу Но им еще, если я не ошибаюсь Нема двух месяцев А сюда я перевел все те же партии Там оставил пять свинок А сюда перевел три кабанчика Тута тоже, видите Вверху я насыпаю, чтобы они вверху гасились Вверху сухо А внизу ходят в туалет И эти клетки в конце дня вечером будут мокрые Ну они ж тут, понятно Опорожняются Ногами ходят И вот эта половина будет мокрая А эта сухая хорошая Это у меня тут три кабанчика И также тут есть дегенератик Кто повный дегенератик Это поросенок, на которого наступила барашка на задние ноги в детстве И он немного хромал Ноги были поведены Ну вот стал немного в росте Ну вот смотрите Как пошел дегенератик Дегенератик Это викин А что это то и десь поцарапался Ногу десь поцарапал Так что до дегенератика я не имею никакого отношения Это викин дегенератик Бо вона кнопку Как убрали Ну все, кнопки нет А что больше не будет подарков? Так скажу, будет Вона любит таких маленьких отставших Как раз будет Как раз будет дегенератик А он пошел, как и все Я думаю, чуть-чуть может отставать А так, как и все Это кабани Это на откорм Киевлянка у нас тут Да, Киевляночка Я Киевлянку не перевожу Это первый раз Хочу попробовать Как будет, если вот вона Опоросилась Выкормила поросят Загуляла Я ее покрив И опять в станку До следующего пороса Воно не то, что хочу поделиться Ну я и то поделюсь А хочу Как бы глянуть Как сама свиноматка Вести У меня места нет Чтобы ее переселять Если свиноматок Я посадю в миске Допустим, свиноматок Посадю Барашку И нюрку В один станок Или, к примеру Две эфки в один станок Все будет бойня Вони за еду бьются Друг на друга прыгают Постоянно Я уже пробовал Не годится Вона должна быть одна А вот свиноматки Вони в станку Вони не приучені Вверх ходить Внизу поражняться И они Как из станка приходят В вот такую клетку Вони валять Где попало Оце, что касается Барашки Это барашка Нюрка Вона более-менее Внизу ходит Да? А вверху Я тоже насыпаю вверх Чтобы вона вверху Ела Нюрка 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 car Кантур И также Нюрка Это мама Нашей линды У Линды Ну Не знаю килограмм сто сто шестьдесят есть минимум у линди якщо не трошки больше и гляньте от линду сто шестьдесят и гляньте к примеру машку иди сюда маша маша иди сюда машуля сейчас яблочко тебе принесу сейчас им яблок занесу дам они будут рады ну то есть який вес свиноматок как вы думаете просили чтобы я сказал какие препараты надо для поросят от рождения и и так дальше сейчас она его разкусит на нюрочка а тетрагу дитка все есть это яблоко кислый нам их два мешка дали вон и такие кислючие терпки терпки это до сих пор лучше яблоко лежать ну а им конечно яблочка цы а ам на тетнюра там разкуси потом доисишь какие препараты надо для поросят пойдемте для поросят я вам скажу як у меня это происходит как сам процесс вот видите они уже неляют и едят я им утром не насыпал там и тут сейчас привыкну что тут а еда тут а тепло тут хорошо как у меня поросица свиноматка что я колю ну максимум что я в колю это акцитоцин да а то я путаю амоксицелин акцитоцин акцитоцин воно стоит 25 гривен ампулка или такая маленькая бутылочка ампулка по моему 12 гривен а бутылочка 25 гривен колю 4 куба ой кажу 4 куба по 2 куба 2 раза по 2 куба или 2 с половиной один раз після делюся четверте порося пешком четверте 5 то в колю буває поросята идуть друг за другом я его не колю даже в кінці опороса буває что его нема як воно есть конечно в колю чого в колю потому что воно есть также как поросята родилась проходить три трое или четверо суток приходит ветврач кабанчиков кастрируя убирая зубы и купируя хвости кови им амоксицелин кови им железо и пшика в рот забыл как оно называется в мене это все роби ветврач раньше это все робил я сам кастрирував сам это но трошки позже не на третьи сутки ну а потом появился ветврач и ветврач уже по моему года два да да ну десь так да и я этим не занимаюсь приходит ветврач это наш знакомый мы хорошо знаем ветврача он знает нас и знает когда опорос и мы звоним после опороса на третий четверти сутки он пришел в клад в клад зубки хвостики и так дальше поколов железо амоксицелин и попшикал у рот все больше мы им ничего не робим буває на десятий день я повторю железо и то я скажу не всегда буває цього не делаю уже другий раз от один раз и все то просили скажи які препараты никаких там препаратов не надо воно все единственное что амоксицелин стоит 300 гривен а так и также какие препараты ты держишь для свиноматок я вам открыл здоровую тайну нияких препаратов в мене нема единственное что у меня есть у моем загашнику это железо поставилося після поросят багато бутилочек пять может там надібрата там 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 и амоксицелин и также и вермектин амоксицелин друг где там шо вколов поросята там чи ще щось все таки воно постоянно у меня и и и вермектин вот глистил и клеща и все так в мене немає там ящиков заказала в аптечку для свиноматка нема в мене так ну воно слава богу что так нема ну вообще такого не мое в мене препаратов кучу нема и это я из-за тк ефок начал им робить эти вакцины да а так я и никого не робил цего а просто что они ж про вакцинирование ефки ну сказали вакцинируй ефок и вакцинируй всех своих свиноматок и хряков меня не мая я свиноматок всех вакцинирую и тих что продавал тоже вакцинирую и линда тоже провакцинирована линда линда уже в станку дивиться какая в ней страшненькая яка вона на вид барашка яка что таки то я и не трогаю ну короче друзья думаю все показал все рассказал пиратика тоже показал единственное что я сейчас делаю возможно эту витяжку открию оттуда маленькие поросята крайнюю закрию потому что чтобы там было более теплые а тут они уже поподроста и тут хай будет холоднее витяжки витяжки вот даже две или одна в сарай немае чтобы там запах воня и аммиака и такого немае понятия и так само же немае понятно что конденсата наверху как витяжки закрите допустим та и так только центрально то раньше был там аммиак а она закрыта там не было ой скажу аммиак конденсат койде был появлялся ну того чтобы он был пусти сара а сейчас сарай потихоньку забьем забьем и все что нам осталось поделить цих поросят еще на 2 клетки свиноматок поставить в станки и все и получается места уже нема то писали мені стас забивай сарай он тебе пусти то так кажется сейчас пройде месяц два побачите им места будет мало их по четыре штуки в клетке ну представьте як бы вам ну все здоровье ну вот допустим як 4 обезьяны це обычный у меня на откорме таки всем 8 месяцев вот представьте таки як обезьяна 4 штуки вот такие клетки им будет ну як бы места не дуже багато и убирать поганенько поэтому может даже где переведем потом и боя бува я оставляю по три потом штуки и разделяю их но по-разному то есть или ося таки как линда 4 штуки в одни клетки цель клетка будет забита півтора квадрата на одну а надо чтобы убирать чтобы они могли отойти кудись было отойти чтобы их защищали надо ну чтобы было место то что им хватит квадратного метра на одну согласен ну а як вы убираете им же надо десь сходить как из должно быть пространство цена щелях допустим там 18 квадратов можно туда 22 25 за сандалить вонез им хвата места там не надо убирать вон и поднимать тут никуда уже на всю машка короче друзья то таки дела ойти вже бігают граються так вам хвата достанет достаете вы а ну достают все нормально а чё вы там пьете уже вас поївка вона ж просто поївки привыкши вон покажи едят залезают сундучок едят и все отлично сейчас буквально пройде какие-то пару недель месяц уже вони будуть стоять и исти просто сундучка не потерь ничего нема три доски две арматури 10 гвоздей и так само тут а он покажи сейчас по наедается уже не буду такого ажиотажа хто захотів підійшов поїв то же саме три доски 2 торцевых стеночки нема нічого схожого ну я не купляю эти кормушки бункер не ну мне это устраивает отада я ось воно маленькое и таке самое воно будет 180 килограмм за исти так же само и не буду разкидывать ну чё мне зачем мне тратиться то мне это поработать бункер не кормушки но если ось допустим ця бункер на кормушка это еще я теке занимаю начал заниматься свиноводством 4 года назад я зробил как купил первую пару поросят купила цю сам из этого и вона так и схожая я уже и сюда перенесу новый сарай и нормально ну можно и сделать может я уже думаю может на щеля якусь здоровую кормушку и сделать бункер ну самому купить два листа металла метр на два двоечки нормальную кормушку сварить может и сделаю со временем чтобы не ходить туда так так вот туда наведуешься замечаешь деякий нюанс а то же если вообще не ходить тоди и не заметишь десь кого что-то вискочить ноги розчакне и не видно будет лягае опа есть лягае заморили та они по наедалися ну ж им насыпали мы раз а потом другий раз тетнюра от питали як профліс себе ведет там внизу профліс здесь нормально просто они лягают и труть его собою а так профліс где малый поросята профліс как новый его помыть вообще как новый ничего страшного не происходит а тут а где у меня вот корм и профліс они насами трут профліс вон же таки мягенький типа як и воно то трут 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 и краску стирают ну так тоже ничего страшного нема можно потом на крайняк тут а прикрутить два куска плоского шифера ровно по бокам и все вот все так как в будущее и а ну а тут а я не стал плитку докладывать вона тут а то что шифер играя плоский плитка отпадает в цем месте я не буду думаю не буду ничего выдумывать хай то будет и так приклеена яка приклеена там побелив то и все нормально зачем это что-то выдумывать тут а у меня по сараю что осталось доробить витяжки доробить задвижки на витяжках и грубо говоря и ничего больше не надо работать а это готовый сарай для содержания сейчас будет пройду месяц-два будет уже теплее на дворе будем открывать векна поставим опять москитные сетки и все как обычно витяжек у меня тут не мая никаких только такие обычные ну я имею ввиду вентиляторы я и сюда я ставить их не буду потому что по моим наблюдениям они тут ненужны хватает витяжек який есть а представьте если бы цей сарай бы был у меня ровні потолки я вам скажу мне даже страшно представить от примеру стенка два метра у меня там и там два и представьте вот двухметровый сарай ну вот потолок тут бы была душегубка я подавился бы тут и они тоже бы давились об кашляли и так дальше а так у них самочувствие хорошее тут нема я оцей душегубки тут чувствуешь себя спокойно хорошо не давишься не кашляешь не дай ничего нормального балака и нема того что выъедает горло и глаза то есть о чем а затем работа криша с катиком вверх купол вверх все равно весь запах поднимается вверх и уходы и так же писали приток а где в тебе тут а приток тут притока от сейчас зимой нема а литом открываю вікна и приток з векона так зимой не надо потому что я даже бува стою если все три витяжки открытые я стою под одной витяжкой я чувствую как сюда задувает ветер вот именно в витяжку в якусь задував якусь видуваю вот так бувает утром я сегодня стоял там в первой витяжке ввух меня аж надуло дуже на мене так надуло холодным воздухом и так само оно там дуйне сюда вискочи то есть воно же ветер тоже задувает ну тут приточку не надо литом только открыли все так что друзья сделали позабиваем сарай до самого всего ландрасы тут а титам и можем потихоньку уже более свободны теперь у нас теки два сарая оцей и то и на щелях на щелях утром воды набрал насыпал а тут утром управился и вечером управился и на этом вот так дело пойдет и теперь можно заниматься уже строительством я дядь Саня сказал приходь будем начинать робить потихоньку будем варить ангар также вот вперед тим як поросят я сюда заводил мне надо было там зробить крепежку для для лампы и тут а крепежку для лампы тут а я за трубу ну трубу ще прикрутив укрепил и раньше я бігал як переноску мені надо включив шуруповерт а сейчас я просто взяв с собой саморезы и взяв с собой шуруповерт и ходю где мне что надо допустим під лампу обогрева взяв шурик прикрутив до потолка зігнув як мене надо и все чик 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 и все дуже удобно именно просто по хозяйству шуркаюсь мотаюсь скрутив где надо что надо прикрутив что надо открутить ось сейчас стою реально стою и на мене дуе вітер от час він дуе от ей надо закрыть век а ту открыть потому что тут малі вони будуть мерзнуть а там открыть и от нема не деприточки воно як работа раз два а так и меняется это ж воно їм задувай он едят себе уже внизу начинаете опорожняться он же воду пьют все хорошо там стенки прогреются сейчас за сутки за какие-то тут аж воду пьют он уже диви о всю ивановска и внизу ходят туалет даже мы сюда не насыпали их отходы жизнедеятельности ну насыпать наверное не будем в них уже и так они там внизу багато да та сейчас на нароблять не переживай так что друзья всем спасибо за внимание не забывайте ставить бачите уверх или атаку низ линда піднимаю вверх як им надо ставить атак все так же друзья хвостики вверх и всем пока